Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире, ведущая в студии Ирина Чекунова. Сегодня наша очередная встреча в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В Тверскую область пришли холода. Готовы ли дороги региона к приходу зимы? Как проходит осенне-зимняя обработка проезжей части в столице Верхневолжья? А есть ли сильные снегопады? Сколько техники выйдет на очистку дорог? Об этом и многом другом поговорим сегодня в программе «Тема дня» на радио Монте-Карло. Мой собеседник Юрий Сергеевич Буданцев, начальник отдела ГИБДД ОМВД России по городу Твери. Юрий Сергеевич, добрый день. Здравствуйте. Насколько тревожно для сотрудников ГАИ вот эта вот пора, переход осени в зиму? Пора эта тревожна всегда, потому что очень серьезно возрастает напряженность на дорогах в эту пору. Многие шутят, точнее сказать, что для коммунальных служб зима приходит неожиданно, но на самом деле она, судя по состоянию аварийности на дорогах в этот период, она для всех приходит неожиданно. Да, и люди, пытаясь, так скажем, переобуть свою машину, как это говорят, да, заменить резину с летней на зимнюю, да, не всегда успевают это своевременно сделать. Конечно, напряженность возрастает, напряженность на дорогах возрастает. Да, и для госавтоинспекции эти вот переходные периоды, конечно, они очень напряженными являются. Ну, то, что вот аварийность, это все-таки первые морозы, да, когда ночью мороз, утром и ночью лед не успевает сойти, да, это все сказывается, и водители не знают, как себя вести некоторые, особенно молодые. Ну, которые уже себя считают великими водителями. Давайте поговорим на тему готовности коммунальных организаций к началу зимнего периода, потому что я знаю, что когда начинаются, опять же таки, неожиданно снегопады, сотрудники ГАИ, это буквально как передовая фронта. Сколько техники на дорогах, там-то столько-то чистят, там-то столько-то, какая техника необходима, сколько ее нужно, чтобы город содержать в порядке. Так скажем, расчеты по необходимости техники, они, конечно, значительно превышают имеющееся в распоряжении коммунальных служб количество, но работа в данном направлении ведется. Мы совместно с администрацией, с департаментом дорожного хозяйства уже провели ряд, соответственно, подготовительных совещаний, да, в которых обсудили принимаемые меры, вот, как бы это ни звучало, конечно, бюрократически. Но, тем не менее, куда ты этого делаешь? Да, ну, все-таки не ГАИ конкретно ремонтирует технику и закупает материалы для содержания в зимний период, да, поэтому мы можем пока только и спрашивать, да, в период подготовки, истребовать эту информацию, проводить какие-либо координационные совещания инициировать. Вот, ну, согласно, так скажем, имеющейся на данный момент пока статистике, да, по готовности техники у нас, значит, ну, контракт на содержание дорог областного центра у нас заключен департаментом дорожного хозяйства с МУБЖЕК, муниципальным ломитарным предприятием, да, вот. Вот, на данный момент в распоряжении у нас имеются готовыми 10 КДМ автомобилей, да, это, так скажем, комплексная дорожная машина, которая, посыпалки в простонародне, да. Посыпалки, 10 штук. 10 штук, да. Вот, да, и, соответственно, 5 поливалок, так называемых, бочек, да, которые работают в том числе с реагентами. Приближение снегопада, да, при случае увеличения, ну, в течение суток эти бочки, они также переоборудуются в посыпалки, и это техническая возможность у них имеется, да, все машины оборудованы, соответственно, ножами для уборки снега, да, лопатами так называемыми, вот. В принципе, понятное дело, что это, конечно, очень малые цифры для крупной техники. Это мало, получается 10,5, это по 15 единиц техники, да? Одно время, я знаю, что в город выходило больше 20, и требовалось больше 20. Да, требовалось, на самом деле, у нас расчетные показатели практически к 50, а то и к 60 машинам, расчетные показатели для того, чтобы уложиться во все нормы. Но это немножко другая, вопрос другой темы, да, приобретения все-таки этой техники. Эти работы ведется по мере возможности, точно так же транспортный ресурс обновляется, проходит свой ремонт, но, к сожалению, да, он не всегда отвечает тем потребностям, которые у нас имеются. Прошлый год у нас, конечно, нам дал немножко слабину, так скажем, да. Это подарок, это подарок, снега не было практически. Отсутствие зимы помогло выстоять достойно, да, без больших проблем в содержании дорог, в том числе и связанных с вывозом того же самого снега, да, что зачастую при обильных, конечно, снегопадах начинает создавать нам большие трудности. Ну, не только нам, да, в принципе, вообще жителям города. Ну, вообще просто город встает, мы помним коллапс 2012 года, да, когда город просто встал, все было завалено и чистить, как казалось, некому. Ну, тогда встал не только город, да, встал практически полуцентрального федерального округа. Ну, да, но, тем не менее, к этому надо было быть готовым. Не было, а вообще быть готовым. Если у нас уже такой пример был, то вот, пожалуйста. Ну, да, это все учитывают, все эти возможности сейчас, конечно, ну, рассчитывают на имеющиеся прогнозы, что все-таки не предстоит нам такой уж сильно снежной зимы. Но, понятное дело, что на это никто, ну, ну, в полном объеме на это не надеется, все равно все работы проводятся, закупаются материалы для обработки проезжей части, и реагент, и песок, и песко-соляная смесь производится, да, подготавливаются полигоны для вывоза снега, подготавливаются скважины для добычи соляного раствора. Вот, вся эта работа проведена уже, сейчас, соответственно, уже производятся запасы, то есть, если так чисто статистическими цифрами сказать, да, то на данный момент у нас уже подготовлено 4750 тонн песко-соляной смеси, в чистом песке 8500 тонн, значит, ожидается, по ставке у нас еще 14 тонн песка, тысячи тонн соли, вот, также планируется еще закупка 65 тонн реагентов, так называемых, которые обрабатываются, вот, дороги в центральном районе, чтобы не создавать засоренность песком. Ага, то есть они уже опробованы, эти реагенты? Да, это они не первый год применяются у нас, в принципе, они у нас применяются, так скажем, уже масштабно с 17-го года, как у нас вот прошла, прошел первое, прошли первые ремонты магистральных проспектов в городе Твери, да, и, соответственно, с тех пор и применяются и эти реагенты у нас, потому что сама по себе вот фактура вот этого щема, так называемого асфальта, да, щебеночно-мастичного асфальта, оно подразумевает обработку реагентами, потому что засорение всей этой фактуры песком приведет к невозможности езды вообще по этой дороге, в случае обмерзания. Но обработка дорог, она по факту, да, никакого плана не существует? Тут как складывается ситуация, так и направляется теплая. Ну, да, если мы имеем, так скажем, теплую, ну, относительно теплую и бесснежную погоду, то смысл растрат ресурсов и на само передвижение технику, и в том числе на содержание дорог, да, просто посыпать песком, создавать грязь, это тоже своего рода негативно влияет на сцепные устройства, на сцепные характеристики колес транспорта с дорогой, то есть это все именно расчетно, так скажем, принимается, проводится почистка, обработка дороги, да, раскатывается, вот, так скажем, эта каша и производится повторная ее счистка. Вы сейчас приводили цифры, то есть сотрудники ГИБДД все-таки контролируют, да, готовность, на вас функция контроля, непосредственно надзора за этим делом, чтобы потом не оказалось, что вот завтра снегопад неожиданно, или сегодня ночью, хоп, техника не готова. Эти 15 единиц техники, которые вы назвали, они готовы, они не нуждаются в ремонт. Это уже готовы. Они уже, если что, они как танки пойдут вперед. Да, грубо говоря, поднимаются по тревоге, да, и водители в случае необходимости. То есть есть дежурная смена в МУПЖЕКе, в случае осложнения ситуации поднимается дополнительный водительский состав, выходит на дорогу, техника вся в полном объеме, начинаются работы. Ещё раз здравствуйте, уважаемые друзья, в эфире программа «Тема дня» в студии Ирина Чекунова, а мой собеседник Юрий Сергеевич Буданцев, начальник отдела ГИБДД ОМВД России по городу Твери. Сегодня говорим о готовности тверских дорог к осенне-зимнему периоду. Мы, скорее всего, уже, Юрий Сергеевич, говорим о зиме, да? Да. Об ожидаемых снегопадах, потому что уже всё на носу, что называется, и морозы пришли. Скажите, насколько у вас сейчас налажено взаимодействие с городскими властями, насколько прислушиваются к вашим советам, рекомендациям, исправляют какие-то недостатки? Я помню, разные были времена, и предписаний было много, и как-то вот упирались ногами, руками, чтобы, ну, чего-то там не сделать. Ну, конечно, понятно, сезонность предписаний, она изменяется, да, если летом у нас в основной своей массе это связано там с какими-то недостатками по разметке, ямочность, да, то в зиму, конечно, больше мы от разметки уходим уже именно на содержание, да, обработку дороги, вывоз снега, да, при его наличии и тому подобных мероприятиях. В принципе, можно сказать, что довольно какие-то рабочие и оперативные взаимодействия у нас и с администрацией, и с департаментом. Диалог в положительном русле, да, он у нас происходит, конечно, ну, все равно не обходится без мер, так скажем, понуждения, но это в большей степени зависит именно не от проблем какого-то взаимопонимания, а, наверное, все-таки, ну, как ни прискорбно, но приходится ссылаться именно на проблематику финансирования. К сожалению, у хозяев дорог наших, да, на все, на все денег не хватает, на все проблемы. Мы, ну, максимально возможно, также, ну, конечно, с пониманием относимся, но есть некоторые факты, на которые, ну, мы не можем не реагировать. Как бы мы не понимали всю эту ситуацию, не реагировать мы не можем, поэтому, конечно, не обходится без привлечения к административной ответственности и должностных лиц, и юридических в целом, да, именно ответственных за содержание, как ответственных по контракту, так и непосредственно хозяйствующих субъектов в виде департамента дорожного хозяйства. Конечно, без привлечения к административной ответственности не обходится, но это, я еще раз говорю, не из-за отсутствия диалога. К сожалению, по объективным причинам, которые мы все с обоих сторон понимаем, но без этого невозможно обойтись. Но здесь нужно, наверное, и все понимают, что если будет не хватать той же самой техники, если будет техника не готова к этому периоду, город просто встанет, да. У нас и так такая ситуация в городе бывает, что даже небольшая авария, она уже порождает гигантские пробки и проблемы в передвижении. Исходя, так скажем, из имеющейся информации, в принципе, администрация у нас готова, да, в случае вот осложнения именно зимней ситуации, да, связанных со снегопадами, с осадками, готова на заключение дополнительных контрактов, да, на привлечение сторонней техники с других организаций, да, для уборки города, причем это, ну, не только, да, вот сегодня выпал снег, и на сегодня мы кого-то привлекаем, а именно уже на разделение, так скажем, у нас практиковалось несколько раз, да, у нас была там одна организация отвечала за Заложский район, другая отвечала за Московский, по-моему, да, и Центральный Пролетарский оставался у МУБЖЕКа, да, чтобы именно осилить, да, вот эти все свалившиеся, так скажем, на нас погодные невзгоды. Вот, ну, на данный момент пока ситуация позволяет ограничиться одним контрактом, да, и уже уповать на волю Божию. Будем уповать. Юрий Сергеевич, вы говорили в первой части программы о том, о реагентах, которые вот уже закуплены, о посыпке дорог, обработке реагентами. Значит ли это, мы обращаемся к водителям, которые еще не поменяли резину, что резину можно не менять? То есть обработают реагентами, достаточно реагентов, песка достаточно, все хорошо, езди по городу, наслаждайся. Или это не значит, что водителям самим нужно, можно не готовиться? Нет, конечно, это ни в коем случае не значит. Обработка любыми, так скажем, материалами проезжей части дороги, она именно необходима для уборки, грубо говоря, чистого льда, да, льда в чистом виде, да, потому что на самом деле, какая бы ни была реклама у производителей машинной резины, да, так скажем, колес, по голому льду сцепные устройства у любой резины очень низки, да, и те же самые машины, не имеющие под собой современной вот этой начинки электронной, там, ЕБД, АБС и всех остальных там вот этих нюансов, да, электронных, да, по управлению транспортным средством, стабилизации, распределению тормозных усилий и всего остального, то транспортные средства без этого оснащения, так скажем, они не смогут передвигаться по льду в достаточно уверенном режиме, поэтому обработка, конечно, ведется для уборки льда. Само по себе характеристики так называемой летней и зимней резины, да, они очень разные, и летняя, мягкая летняя резина, которая применяется в теплые погодные условия зимой, она просто превращается в конек, да, встает колом, да, это замерзающая резина, и она просто не обеспечивает вообще никаких сцепных характеристик, даже на обработанной дороге, поэтому ни в коем случае нельзя на это, конечно, рассчитывать, и раз город обработан, почищен, значит, я могу ехать в разгар января, так скажем, в 30-ти градусный мороз на летней резине. Конечно, нет, это исключено, это приведет, может привести к очень плачевным последствиям, как в материальном плане, так, не дай бог, и в физическом. Вот недаром, что когда, не дай бог, но, к сожалению, приходится выезжать на аварии, в первую очередь сотрудники ГИБДД смотрят на, какая резина была у машины, которая попала в ДТП, и очень часто мы говорим, да, лысая резина, и показываем, вот на чем ехал человек и к чему это привело. И пока сейчас, наверное, есть время, пока еще нету сильных морозов, наверное, надо предупредить водителей, да, чтобы не мешкали. Ну, конечно, понятное дело, что это все, опять же, зависит, вот мы уже видим, наблюдаем появление очередей, да, на, так скажем, этих шиномонтажах. Хотя, вроде бы, говорили еще за сколько, что, ребят, меняйте резину. Ну, каждый экономит до последнего, в теплую погоду, также на зимней-то резине в теплую погоду тоже жалко ее, простите за выражение, насиловать, да, резину-то эту. Те же самые ошипованные колеса, да, они в теплую погоду, резина разогревается, и шипы просто вылетают оттуда, да, они размягчают резину и вылетают. Поэтому, конечно, надо применять свой тип резины своевременно, но вот ресурсы, так скажем, не позволяют всех обслужить так, чтобы одномоментно переобулись, возникают ичевые очереди на шиномонтажах, но тут уж, к сожалению... Госавтоинспекция не в силах помочь, да, этим очередям, ликвидацией этих очередей. Юрий Сергеевич, в чем госавтоинспекция в данный момент в силах помочь, так это еще раз дать совет, в особенности водителям, особенно, может быть, молодым водителям, в особенностях зимнего вождения, ведь такие особенности тоже существуют. Конечно, да, в условиях зимнего вождения очень повышена вероятность возникновения заноса, да, и, ну, я на самом деле, может быть, это не совсем правильная рекомендация, но по своему, опять же, опыту, да, на каких-то отведенных... Может, не сказать, что отведенных у нас, к сожалению, очень немного, да, но на безопасных местностях, так скажем, я бы рекомендовал все-таки потренировать начинающим водителям, да, манеру управления транспортным средством в заносе, вот, именно, не на дороге ни в коем случае, да, где это делать, особенно на оживленной... Что и занесет, да. Да, на оживленной дороге, а именно где-то на каких-то площадках, может быть, даже, как бы, какое бы ни было у нее состояние, ну, та же самая площадка под Восточным мостом, да, она... Возможность попрактиковаться, почувствовать транспортное средство свое, да, в манере езды зимой, потому что многие, ну, автошколы, они производят процесс обучения непрерывно, да, и на зиму никто не прерывается, и некоторые молодые водители, они выходят вот сейчас только из автошколы-то, да, сдают экзамены и получают водительские, и приобретают, так скажем, ну, как, прям во фронтовых условиях, да, свой первый опыт, вот, поэтому рассчитывать именно, конечно, на результат обучения в одной автошколе, это не всегда помогает, да, не всегда получается, поэтому я все-таки рекомендую, да, чтобы понять свое транспортное средство, как оно себя ведет зимой, да, где-то все-таки постараться попрактиковаться, ну, конечно, с соблюдением мир личной безопасности. Но в присутствии инструкторов, в присутствии какого-то опытного человека, это обязательно или можно это сделать самому, если это уже лицо, так скажем, получившее водительское удостоверение. То инструктор здесь ни к чему. Да, то не то, что ни к чему, да, он не обязателен, я бы так сказал, да, то есть это уже не является требованием, но, конечно, если есть какой-то более опытный водитель, который может дать какие-то рекомендации по управлению транспортным средством, ну, его привлечение даст только положительный эффект, потому что мы же все знаем, есть характеристики заднеприводных автомобилей, переднеприводных и полноприводных, да, как говорят, что если понесло заднеприводный автомобиль, значит, надо бросить газ, понесло переднеприводный усилить газ, понесло полноприводный, только креститься остается, понимаете? То есть вот поэтому, ну, конечно, привлекать более опытных водителей для своего процесса подготовки, уже даже имея водительское удостоверение на руках, оно только положительный эффект даст. Зимний период для пешеходов чем характерен? Опять же таки, не всякая машина может остановиться, учитывая дорожные условия, да, и пропустить или что-то, если экстренная ситуация на дороге. Что посоветуете пешеходам и тут же водителям? Ну, в первую очередь, во-первых, что посоветуете? У нас в зимний период у нас значительно сокращается продолжительность светового дня и большую часть своего времени пешеходы, да, на работу и с работой передвигаются уже в темноте. Ну, во-первых, у нас, как я уже несколько раз говорил, у нас есть требования об обязательном применении светоотражающих элементов при передвижении в ненаселенных пунктах в темное время суток, но мы всегда рекомендуем их применять и в населенных пунктах, да, это никакого там ухудшающего одежду эффекта не создает, это только как бы там, ну, знаете как, как бы то ни было, но повышает безопасность пешехода, да, и в наших городских условиях, в условиях вот излишнего освещения, к сожалению, опять же, мы имеем понимание, что далеко не у всех фары отрегулированы, да, как положено у водителя, кто-то поменял лампочки, сбил регулировку и при взаимном, так скажем, небольшом ослеплении, да, пешеходу в темной одежде вообще будет не видно водителю, вот, поэтому имеющиеся на одежде дополнительные светоотражающие элементы, они, конечно, ну, позволят его, так или иначе, все-таки повысят его возможность его увидеть, да, ну и кроме того, сама по себе внимательность, да, у нас, к сожалению, страдает пешеходная, так скажем, часть наших участников дорожного движения страдает мнением, что пешеход всегда прав. Ну да, да, я главный на дороге, а мне можно в капюшоне, в наушниках, на глаза еще очки и прочее, прочее. Да, но, как говорит правило дорожного движения, их должны знать не только водители, да, и в правилах дорожного движения есть четвертый раздел ПДД, который имеет обязанности пешеходов, да, которые также должны убедиться в безопасности выполняемых ими действий. Перед выходом на проезжую часть, на пешеходный переход, пешеход обязан убедиться о том, что этот маневр для него будет безопасным. И мы рекомендуем, как бы, этот контроль своей безопасности производить в процессе всего перехода проезжей части, не только перед выходом на нее, да. Да, потому что кто-то, как классика жанра, кто-то остановился, в другом ряду он едет, и все, и происходит трагедия. Но, к сожалению, да, мы еще раз, я говорю, что мы имеем факт, вот, особенно, это у нас проблематика среди молодой части населения, да, процветает. Вот, как вы отметили, наушники, капюшоны, вот, идут о своем, о чем-то думают, параллельно еще переписываются в этот момент, переходя проезжую часть смс-ками по телефону, но при этом ни разу не повернув головой, да, в сторону возможного направления приближения транспорта. Опять же таки, мы говорим о внимании. Несколько слов, Юрий Сергеевич, состояние дворовых территорий, потому что мы про улицы проговорили, как обрабатывают. Планируется ли очистка тех же самых дворовых территорий? Там парковка, там дети, там пенсионеры, да там все на свете, там жизнь человеческая. Ну, дворовые территории, они немножко уже выпадают из нашего именно надзорного блока. Тут все-таки это жилищно-коммунальное хозяйство должно взаимодействовать с управляющими компаниями, там с различными формами товарищей, собственников жилья, с администрациями района. Да, дворовые территории, это уже им подведомственно, они, да, из-за содержания дорог внутри дворов, так скажем, мы не отвечаем. Мы можем какую-либо, если у нас получаем информацию, то мы, конечно, направляем, ставим ее на контроль, да, но мы по ней мер принять физически. Мы не можем, да, именно за какие-то вот нарушения в содержании, там, за загрязнение, за заснеженность той же самой дворовой территории. Это уже ложится на плечи жилищно-коммунального хозяйства, не являясь, так скажем, дорогами общего пользования. Но, тем не менее, как бы, тем же старшим по домам здесь есть о чем беседовать с своими управляющими компаниями и взывать их в порядку, да? Содержание, да, те же самые подходы к подъездам, подходы к парковочному пространству должны быть свободны, это все требования, они имеются, да, просто они немножко, я говорю еще раз, из нашей компетенции уже выпадают. А так, конечно, все, в принципе, должно содержаться, конечно, и внутридворовая территория. Тротуары, очистка тротуаров. Ну, для этого также есть, в принципе, вот, имеется техника у нас, это, так скажем, уже малогабаритная техника. А, вот такие вот небольшие, да? Чистки, так называемые, да, трактора с прицепами, щетки, да, они также для почистки тротуаров, то есть, применяются. Понятное дело, опять же, мы можем констатировать факт, что количество наших тротуаров, оно, слава богу, растет, да, но количество техники этой пока еще не с такой интенсивностью. Количество тротуаров, количество техники. Нет, не превышает, наоборот, да, количество тротуаров превышает. Превышает, да. Вот, ну, в принципе, эта работа, я говорю еще раз, полномерно ведется. Понятное дело, что к этому привлекаются еще и сами, кроме техники, привлекаются и дворниковое хозяйство, да, если я вдруг ошибся. Да, дворников никто не отменял. Да, но также и у МУГЖЭКа имеется свой, так скажем, штат батальон дворников, да, так можно сказать, которые выходят на дорогу и, грубо говоря, с ручными лопатами, да, расчищать тротуарное пространство, подходы к остановкам общественного транспорта, где техника физически не сможет, да, попасть, да, на эти участки. Вот, поэтому это, конечно, никто не отменял. Работа эта планирована уже и будем надеяться на то, что она у нас пройдет без... Мы почему-то, Юрий Сергеевич, ну, акцент делаем, ну, тут нужно отметить, на снежную зиму, да, если зима наоборот, ну, нам прошлый год показало, да, что может быть дождь, да, насколько у нас готовы ливневые канализации, в том числе памятен проспект Победы, когда там из года в год одно время заливало и вставал район? Ну, проспект Победы мы сейчас, слава богу, ликвидировали, да, эту проблематику... Не проспект Победы, а проблему ликвидировали. Да, 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 проблему на проспекте Победы мы ликвидировали, да, вот, произведя ремонт, там в том числе была прочищена ливневая канализация, остались у нас, конечно, еще эти места и, всем известно, Южное кольцо постоянно в случае обильных осадков у нас утопающие в воде, да. Ну, работа эта ведется, я знаю, что подрядными организациями проводилось, весь год проводилось усиленное, так скажем, мероприятие по восстановлению вот этого колодезного хозяйства, да, в том числе и ливневой канализации. Вот, понятное дело, что она, проблема может возникать текущая, даже не в почищенной, так скажем, ливневой канализации может возникнуть засор из-за листвы, из-за обильного листопада, да, из всего остального скопленного какого-либо мусора, попавшего уже после почистки. Для этого, конечно, есть дежурная аварийная служба, которая приезжает, прочищает эти все стоки и пытается восстановить жизнедеятельность этого участка. Ну, вот сегодня из разговора с вами я поняла, что ситуация под контролем, что нам не стоит опасаться снежного либо дождевого коллапса, да, вот такого, чтобы город встал. Несколько, все-таки программа подходит к концу, несколько советов участникам дорожного движения областной столицы. Ну, в первую очередь, я бы хотел, конечно, порекомендовать соблюдать скоростной режим, да, в особенностях, ну, как мы уже отметили, да, в условиях понижения температуры и снижения сцепных характеристик с дорогой у автомобилей. Внимательность, да, проверить на работоспособность и качество очистки свои стеклоочистительные приборы на транспортных средствах, возможно, поменять щетки, да, чтобы более чистым было стекло и не затруднялся обзор. Проверить тормозные системы, ну, провести свой, так скажем, технический осмотр автомобиля, готовность его к эксплуатации к зиме, потому что те же самые, даже, одно дело, когда она не завелась и не смог выехать с двора, другое дело, когда она из-за каких-то проблем с морозами, она встала посреди Тверского проспекта, у нас машина, да, и создала очередную пробку. Еще раз, внимательность. Мы можем только просить, да, быть более внимательными, соблюдать скорость, то есть, ну, уважать друг друга на дороге, вот. Не пренебрегать правилами перевозки детей, потому что, к сожалению, есть еще такая негативная статистика, кстати, вот коснемся буквально два слова про детей. Да, если в летнее время мы имеем в случае принятия экстренного торможения все-таки более плавный процесс остановки транспортного, пусть и резкий, но более плавный процесс остановки транспортного средства, то в зимний период зачастую перед столкновением такая интенсивность снижения скорости не происходит, и с чем дети, и не пристегнутые в салоне дети, они получают еще более тяжелые травмы. О, да, не пренебрегайте своими детьми, как я много раз уже говорил. Спасибо за очень важные практические советы. Напоминаю, что сегодня у меня в эфире был Юрий Буданцев, начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Твери. Мы беседовали в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Спасибо, всего доброго, будьте здоровы. До свидания. Будьте здоровы. До свидания. Будьте здоровы. До свидания.